Музей закрыт, а работать хочется. Экскурсоводы решили на время поменять профессию. Теперь они то ли блогеры, то ли телевизионщики. Команда единомышленников взялась за проект улицы Тобольска. Штатные сотрудники музея снимают видеоролики о достопримечательностях города. Готова? Готова. Памятник открыт в год 400-летия Тобольска в 1987 году. Мемориал «Память и вечный огонь» появился в Тобольске в конце 20 века. Первоначально средства на него отоболики собирали, работая на субботниках. Рядом здание администрации, а прежде здесь была больница. За цвет стен ее называли «белой». Вот и они открывают белые пятна в истории города. Немногие знают, что улица Ремезова раньше называлась Большая Ильинская. Раньше здесь стояла Каменная Ильинская церковь. Здесь находится памятник, который редко кто-либо замечает. Остаток городского земляного вала. То есть раньше северная граница города проходила именно по земляному валу. Пресс-секретарь музея Юрий Аверин. Он здесь и видеоператор, и режиссер. В общем, человек, который готовит творческую продукцию, публикации. Другая коллега взяла на себя роль визажиста. И следит за внешним видом авторов в кадре. Съемки проходят почти каждую неделю. В нижнем посаде кругом памятники. На плацпарадной площади музей семьи Романовых. Купеческие особняки. Зрителям есть что рассказать, и они стараются. Это было одним из любимейших мест Тоболяков. В 1887 году на плацпарадной площади была освещена как раз Александровская часовня. В честь царя-освободителя Александра II, который посещал наш город в 1837 году. И он как раз на этом самом месте принимал парад Тобольского гарнизона. Работы по реконструкции базарной площади еще больше подогрели интерес к этому месту и, конечно, к архитектурным памятникам. Крам Елизаветы и Захария полвека простоял в лесах и только недавно открыт для посещений. Строилась эта церковь на 17 лет. На ее месте размещалась деревянная церковь. А вот каменная была построена мастером Андреем Городничевым по проекту, присланному из Петербурга, относящемуся к школе Растрелли. На сайте Тобольского музея уже выложено пять роликов. Из них зрители много нового узнали об улицах Мира, Ершова, Ремезова. Яна Абдулина рассказала об улице Пушкина. Идея о проекте улицы Тобольска пришла коллективу Тобольского музея-заповедника. В условиях пандемии хотелось, конечно, держать связь с нашим зрителем, с нашими посетителями. Основная наша цель – это приобщение к истории места. Мы говорим о памятных зданиях, о людях, которые связали свою жизнь с этими улицами. Эта идея получила отклик. В среднем это до трех тысяч и иногда даже больше просмотров. Сотрудники Тобольского музея-заповедника, взявшись за непривычное дело, неожиданно для себя с новой стороны открыли Тобольск для табаляков и потенциальных туристов. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Продолжение следует...